Научившись загружать тестовые задания, имеет смысл попробовать сделать тест, который будет состоять из n-ного количества тестовых заданий. Для этого в верхней панели библиотеки Mesh мы нажимаем плюс добавить материал и заходим в тест. Попадая снова в конструктор тестовых заданий, для которого, во-первых, нужно сделать спецификацию, во-вторых, загрузить параметры теста, а в-третьих, добавить сами вопросы, которые будут и составлять содержание самого теста. Первое, что мы делаем, это заполняем спецификацию, и в спецификации надо дать название теста, загрузить описание, для чего мы собираемся этот тест использовать. Это может быть тема урока, это может быть вариант его использования в качестве той или иной проверочной работы, но в любом случае это описание необходимо для того, чтобы любой педагог, открыв ваш тест, увидел, где и в каких случаях вы собираетесь его использовать в учебном процессе. Кроме этого, надо выбрать уровень изучения учебного материала, для контроля которого создается тест базовый или углубленный. И, соответственно, дальше, как во всех спецификациях мы выбираем предмет, в данном случае это будет алгебра, уровень образования, и при необходимости можем также добавить второй, третий предмет, который показывает, в каких случаях мы можем использовать этот тест. Чаще всего мы являемся авторами тестового задания и тестов, поэтому галочку «Я автор» не имеет смысла снимать, и мы можем воспользоваться своим авторством составителя данного теста для учащихся по конкретному предмету, для конкретного класса. Последнее, что можно сделать в спецификации, это выбрать папку, в которую вы хотите загрузить тест. По умолчанию это всегда будет папочка «Тесты», но при желании вы можете эту папочку заменить и, соответственно, сохранить это тестовое задание в любой из папок, которые у вас в моих материалах на рабочем столе сохранены. Мы с вами оставим папочку «Тесты», которая стоит здесь по умолчанию. После этого мы переходим к параметрам теста, через кнопку в верхнем правом углу перейти к параметрам. Что из параметров теста имеет смысл настроить перед созданием самих тестовых заданий? Первое – это количество блоков теста. Количество блоков теста позволяет создать тест из энного количества блоков разнотипных заданий по аналогии с заданиями единого государственного экзамена, либо с заданиями, когда используются разные темы, либо разные типы тестовых заданий для того, чтобы отделить эти блоки. В данном случае мы останавливаемся с вами на одном блоке заданий. Следующая – длительность теста в минутах. Это рекомендуемое время, которое вы обозначаете для педагогов, которые смогут использовать этот тест. В данном случае мы можем либо с помощью кнопочек переставлять количество времени, либо просто стереть указанное время и обозначить то время, которое вы считаете нужным для использования данного теста на уроках по вашему предмету. Следующее – количество вариантов теста. Редактор тестовых заданий не ограничивает, как вы видите, нас в количестве вариантов теста. Для первоначального создания теста всегда рекомендую ставить один вариант теста для того, чтобы не создавать сложности с его созданием. Соответственно, тесты открытые, стоит галочка «Разрешено проходить всем», и это единственный режим, на котором сейчас можно работать с редакторами тестовых заданий. После этого в верхнем правом углу нажимаем «Перейти к заданиям» и переходим в раздел «Тестовых заданий». Попадаем в блок без названия. Блок у нас один, он выделен серым цветом. Количество вопросов пока что ноль, потому что мы их не обозначили. Весовой коэффициент теста – 100. Соответственно, 100 баллов обучающий получает за все тестовые задания, которые вы включили в тест. В зависимости от того, сколько у вас будет заданий, столько баллов и будет получать обучающийся при переводе на количество заданий. Нажимаем блок без названия, попадаем в редактирование блока. Здесь имеет смысл назвать тем или иным образом этот блок, пускай он будет блок 1. И после этого редактор предлагает изменить вес тестового задания. На сегодняшний день в библиотеке электронных материалов МЭШ редактор тестовых заданий работает только с весом 100. Поэтому менять их не имеет смысла. А вот количество заданий, которые вы будете использовать в данном тесте, вы выбираете сами. И, соответственно, можете ввести любое количество. Вот в данном случае мы вводим 5 заданий, которые будем использовать в тесте. И после этого имеем возможность добавить кэс, который позволяет нам выбрать тот или иной элемент содержания по данному тестовому заданию. Нажимаем добавить, включается кэс, и мы можем приступать к созданию непосредственно тестовых заданий для данного теста. В данном случае редактор предлагает нам либо импортировать задания и взять их из готовых уже и расположенных в библиотеке электронных материалов. Обратите внимание, загружается любое количество размещенных заданий по данному теме, по данным кэсам. И мы можем импортировать любое из этих заданий. Ну, в частности, по неравенствам и системам осуществляем импорт тестового задания. Либо можем создать самому. Для создания самим тестового задания имеет смысл нажать «Добавить задание». И, соответственно, нужное количество заданий добавляя, мы сразу получаем шаблон из пяти заданий, заходя в каждое из которых мы снова создаем тестовое задание по аналогии с созданием тестового задания. Также выбираем тот или иной тип вопроса, необходимое количество альтернативных ответов на этот вопрос и выбор правильных вариантов вопроса. Соответственно, создав все необходимое количество вопросов, указанных в спецификации теста, мы можем сохранить тест. «Сохранить» в верхнем правом углу нажимаем, получаем кучу замечаний. Выскакивает красная табличка с необходимостью исправить ошибки заполнения спецификации. Это говорит о том, что мы с вами кроме одного вопроса не создали ни второй, ни третий, ни четвертый, ни пятый. Поэтому система не позволяет сохранить тест. И сохранение теста происходит только после заполнения всех красных полей в нашем редакторе тестовых заданий. Соответственно, завершая эту работу, мы сохраняем тест по умолчанию в папочке «Тесты» и можем его там посмотреть. Для этого мы с вами переходим в библиотеку электронных материалов, нажимая значок «Библиотеки». И, соответственно, попадая в мои материалы, зайдя в папочку «Тесты», увидеть свой тест, который мы правильно сохранили, и он сохранился для последующего нами использования в учебном процессе, или для отправки на модерацию, чтобы этот тест был доступен всем педагогам и учащимся на портале. Напоминаю, что только после прохождения модерации и одобрения его экспертами все электронные материалы, в том числе и тестовые, попадают в библиотеку электронных материалов, доступные для всех пользователей. Продолжение следует...